МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето в городе. Полоски, они не двинутся? Двинутся. Значит, это что за такие организмы? Они, наверное, живые, да, раздвигаются? В каких условиях отдыхают дети в пришкольных лагерях? Что нам стоит дом построить? Это их жизнь, это их работа, это то, чем они кормятся, то, чем они живут. Сегодня каменщики Чуваши соревновались за звание лучшего. Вот такая будущая смена. Этот робот из Франции, его зовут Поль. Он художник, он может нарисовать портрет любого человека. Молодые журналисты программы «Килбуксер» национального телевидения вернулись с победой с международного фестиваля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Национальное телевидение «Чуваши» скорбита коллеги, журналисты всероссийской гостелерадиокомпании Игоря Корнюлюке, погибшим сегодня в Луганске. Уроженец Запорожья, он не смог остаться в стороне от событий на своей родине. Получив тяжелое ранение, Игорь умер на операционном столе. Судьба звукорежиссера Антона Волошина, который находился с ним, неизвестно. Соболезнования родным и близким Игоря Корнюлюка, а также всему коллективу ВГТРК направил Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Республики. О других событиях глава Республики сегодня проинспектировал работу при школьных лагерей. Условия для отдыха в этом году были созданы почти в 400 учебных заведениях Чувашии. Каждая чебоксарская школа подготовила свою программу. В каких условиях отдыхают городские дети, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Вот так в детском лагере 37-й столичной школы начинается каждое утро. Причем зарядку здесь проводят не только вожатые, но и известные на всю страну спортсмены. На этот раз свой мастер-класс ребятам преподали чемпион по кикбоксингу Алексей Соловьев и его ученики. Зарядка со звездой на этом школьном дворе проводится впервые. После разминки начинается культурная программа. Обычно ребята ходят в кино и на театральные постановки. Жизнь в пришкольном лагере бурлит. Какой театр? Что смотрите? Гуляем в стадионе. Вчера смотрели «Коня-Горбунок». Понравилось? Да! Что вам не хватает? Что бы вам хотелось? Но на эти вопросы ребята так и не нашли ответов. Скучать им здесь не дают. На каникулах школьные кабинеты превращаются в игровые комнаты. Все конкурсы с образовательным уклоном. К примеру, в этом классе ребята обучали собирать настоящих роботов. Конструкторы в этой школе появились не так, но и многие только начинают их изучать. Увлекательный урок проходил и здесь. Под микроскопом дети рассматривали, из чего состоит вода, налитая из крана. Для себя юные исследователи сделали немало интересных открытий. Там видно полоски. Полоски? Они не двигаются? Двигаются. Двигаются? Значит, это что за такие организмы? Они, наверное, живые, да, раздвигаются? Вообще все игры, экскурсии и концерты – это часть масштабной образовательной программы. Подобные проекты реализуют во всех школах Чебоксар. Чтобы детям летняя пора запомнилась надолго, преподаватели тратят много сил и стараются разнообразить каждый день их пребывания. В лагере сейчас отдыхает 150 ребят. Мы здесь и гуляем, занимаемся, учебой. Нам это нравится учиться. Мы ходим на стадион, развлекаемся там на стадионе, ходим, концерты смотрим. Чтобы отдых детям пошел на пользу, в школьной столовой разрабатывают специальный рацион. Первые блюда – щи, по-моему, там горбуша идет, жареное картофельное пюре и все то, что любят дети. Завтрак у нас на 25, обед на 47. Это на 72 рубля. Ребята вроде довольны. А на пороге 47-й школы гостей встретил трудовой десант. Ученики благоустраивают территорию и высаживают цветы. На спортивной площадке в это время проходила школьная спартакиада. Дети играли в баскетбол и преодолевали полосу препятствий. В этом году в Чебоксарах на базе школ было открыто 50 лагерей. Глава республики отметил, что отдых там организован на самом высоком уровне. И лучшее свидетельство этому – счастливые лица детей, которые хотят приходить сюда даже в выходные. Дети, приходя сюда, во-первых, трудятся, занимаются спортом, под присмортом, два раза принимают горячее питание. Родители на работе, потому что, когда они сейчас без присмотра родителей, горячее питание им никто не готовит. Все эти точки зрения, они на сегодняшний день получают хорошее развитие. Наша задача, создавая вот эту благоприятную среду, они формировались как сильные личности и были готовы к самореализации. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашском государственном педагогическом университете собрались физики из разных уголков России обсудить фундаментальные проблемы механики. Темы сложные, обывателям малопонятны. Определение предельного состояния тела конструкции, прочности, разрушения конструкции и так далее. Однако эти теоретические вопросы имеют большое практическое значение. О дисбалансе на рынке труда, переизбытке лириков и острой нехватке физиков в последнее время говорят на всех уровнях. Специалисты-инженеры современной экономики просто необходимы. Сами видите, очень много экстремальных ситуаций, техник-техногенные катастрофы. Это в первую очередь. И потом новые материалы, безусловно, ими надо заниматься. И надо сказать, что, конечно, сейчас принимаются какие-то попытки поднять роль инженерного образования. Но, на мой взгляд, все-таки пока это не очень хорошо. География конференции от Москвы до самых до окраин, поскольку проблемы сохранения и преумножения инженерного потенциала одинаково остра для всех. Чебоксары местом встречи механиков выбрано не случайно. Чувашский педуниверситет специализируется на исследованиях в области механики. Тут нужно вспомнить, так сказать, отца-основателя этого направления Дюйса, Даниловича Ивлева, выдающегося чувашского ученого и российского, несомненно, ученого, который основал здесь школу. Эта школа очень мощная. И я как раз и сказал, она является основой для развития инженерных наук. Это такой более фундаментальный уровень, который здесь достигнут. И он способен воспроизводить не только фундаментальные результаты, но и давать практические инженерные кадры для России. Кого охотнее слушаются буренки, у кого больше надои, выясняют в Янтиковском районе. Там открылся республиканский конкурс животноводов. Татьяна Быкова – доярка из Алатырского района. Постоянно участвует в подобных конкурсах. Во время конкурса проходят не только соревнования, но и знакомства с ведущими предприятиями республики, где применяются новейшие технологии в производстве. Ежегодно в районе, в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах строится не менее двух новых ферм. Это позволяет нам не только сохранить поголовье общественного скота, но и увеличить поголовье КРС. Главная задача таких конкурсов – совершенствование профмастерства и практических навыков. Хотя в сельском хозяйстве все больше используются современные технологии, ручной труд по-прежнему ценится. Популяризация профессии. К сожалению, есть проблема того, что у нас в сельскохозяйстве все меньше людей хотят работать. Поэтому мы должны показывать именно на таких примерах, что сельскохозяйство – это не просто грязь, навоз, а это новые технологии, новые оборудования, новые техники, которые позволяют в хороших условиях трудиться животноводом и добиваться высоких результатов не только в объемном показателе, но и в эффективности, экономике. Лучшие из лучших этого конкурса станут участниками всероссийских состязаний животноводов. Как показывает практика, наши сельчане неоднократно в них побеждают. В прошлом году оператор машинного доения Светлана Григорьева заняла второе место во всероссийском конкурсе. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Сегодня делегация Чувашской Республики выезжает в Самарскую область для участия во втором молодежном форуме ИВЛГа. Он пройдет с 18 по 28 июня в формате палаточного лагеря. ИВЛГа проходит под патронажем полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича. В составе нашей делегации 90 человек. Наша съемочная группа встретилась с одной из участниц из Чувашия, которая представляет на ИВЛГе свой проект. Придомовые территории у новых жилых построек радуют красочными детскими площадками. К сожалению, не каждый двор может похвастаться такой. А ведь именно там, гуляя на улице, дети проводят большую часть времени. Мне нравится мой двор, но я бы хотел горку получше и побольше качели. Проблемой об устройстве детских площадок озаботились и молодые умы. Вероника Третьякова готовила проект по благоустройству городской среды на научную конференцию юной с Большой Волги. К сроку не успела, но дело не оставила. Доработала и отправила заявку на молодежный форум Приволжского федерального округа ИВЛГа. У нас вообще такая странная проблема, как дети сидят за компьютерами, смотрят те же самые мультики. Я объединив, взяв в этот мультик «Гадкий я», всеми знаменитый, я объединяю детскую площадку и этот мультфильм. И как бы даю возможность детям все это совмещать, и игру на свежем воздухе, и в то же время не расставаться со своими любимыми героями мультфильма. Нынешним конструкциям не хватает единого дизайнерского решения, считает Вероника, студентка художественно-графического направления ЧГПУ. В своем проекте она стилизовала под известный мультик не только горки и турники, но и урны со скамейками. Предусмотрено даже резиновое противоударное покрытие. Все соответствует ГОСТу. Я еду на Иволгу, чтобы получить грант и реализовать свой проект в Чебоксарах, познакомиться с новыми людьми, набраться новых идей и создать целую новую серию социальных проектов. Проект детской площадки корпорации МОВ включал в себя не только разработку конструкции, но и социологическое исследование. Более тысячи человек проголосовало за установку такой площадки в городе. Так что Веронике придется приложить еще немного усилий, чтобы выиграть грант на форуме Иволга на такой социально значимый проект. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. Король роялей наконец-то прописался в Чебоксарском музыкальном училище имени Павлова. О его приобретении здесь задумались несколько лет назад, но только сейчас этот инструмент смог дать первый концерт в Чебоксарах. Можно сказать, что рояль попал сразу с корабля на бал. В музыкальное училище его привезли 7 июня. Больше недели специалисты готовили инструмент к сматринам, собирали и настраивали звук. О приобретении Стейнвэя в Чувашии задумывались давно, но воплотить эту мечту в реальность не удавалось долго. Стоимость рояля превышает 6,5 миллионов рублей. Эту сумму собирали всем миром. В училище устраивали благотворительные концерты, свои взносы в общую копилку вносили спонсоры, но большую поддержку учебному заведению оказало правительство республики. Для преподавателей-студентов это значимое событие. Специалисты говорят, что в первую очередь Стейнвэй поможет поднять на самый высокий уровень качество подготовки будущих музыкантов. Одним из первых новые рояли испытали в действии именно они. В училище для дорогостоящего музыкального инструмента устроили настоящий концерт. Но уже осенью его ждет и другой экзамен. Услышать звуки Стейнвэя смогут все желающие. Для чебоксарцев на нем будут играть профессиональные пианисты. Планируем пригласить директора компании Стейнвэйцанс и коммерческого, и настройщика Владимира Ивановича с целью нам уже по-настоящему презентовать со всеми церемониями. Все это будет красиво, я думаю. На своем первом концерте Стейнвэй исполнил только три музыкальные композиции. На нем играли самые лучшие студенты училища. В учебном заведении накануне презентации даже устроили своеобразный кастинг. Первый экзамен рояль не провалил, профессионалы поставили ему отличные оценки. Многие отметили, что отличить его звуки от других клавишных инструментов возможно с начальных нот. Уже осенью эту разницу смогут почувствовать и все студенты училища. Стейнвэй вольется в учебный процесс, а пока он тоже уходит на каникулы. Преподаватели училища говорят, что только на такой музыке в провинции возможно подготовить настоящих виртуозов. Обычный рояль уступают ему в разы. Недаром многие называют инструмент королем королей. Его приобретают для лучших концертных залов Рима, Берлина, Токио. Теперь и республика соответствует этим стандартам. Правда, требует рояль особого ухода. Мало приобрести, нужно его еще содержать в определенных условиях, с определенной температурой, климат-контроль и так далее, тому подобное. И очень бережная должна быть, бережная не в плане осторожная игра, а грамотная игра. Разбить можно все, что угодно, но именно грамотная. И, конечно же, как и любой инструмент, он должен разыгрываться. Одинаковыми быть нам не обязательно. По таким девизам 22 июня в Чебоксарх откроется уже второй по счету международный особенный фестиваль. В чем его особенность в нашем репортаже? Еще в 2009 году Чувашский государственный театр «Кукол» стал обслуживать особенных зрителей по особенной системе. К примеру, для детей-инвалидов начали создавать специальные спектакли. Единомышленников по стране оказалось много. И в октябре прошлого года в Чебоксарах прошел первый особенный фестиваль для особенного зрителя. Мы создали спектакль для инвалидов носорог и жирафа о прекрасной длинной жирафе и приземистом, но могучем носороге. Все зверюшки над ним смеются. А вы знаете, наши зверюшки – это человеческие отношения. Мы учим детей именно на этом, на кукле и на взаимоотношениях вот таких зверят, как правильно поступать и добру и злу. И вот эти существа дружат, несмотря на то, что их дразнят. И эпиграфом к фестивалю, нашему особенному фестивалю, стали слова из песенки из этого спектакля. Как хорошо, как хорошо. Просто замечательно. Одинаковыми быть нам не обязательно. В этом году фестиваль стартует 22 июня. Площадкой станет не только театральная сцена. Спектакли пройдут в больничных палатах, реабилитационных центрах и даже дому тех детей, которые не могут посещать театров. В столицу Чувашии приедут коллективы из других городов и даже стран. А на мастер-классах и творческих лабораториях участники, которые работают с особенными зрителями, поделятся опытом и идеями. Впрочем, посетить фестиваль будет полезно всем, ведь, пожалуй, главное отличие особенных спектаклей – тематика и призыв. Для детей-инвалидов призыв радоваться жизни и развиваться. Для всех остальных толерантно относиться и быть рядом. Кстати, в конце июня чебоксарцев ждет еще кое-что особенное. Спектакль под названием «Необыкновенный концерт» поставили еще в 1968 году. С тех пор показали уже более 10 тысяч раз. И покажут еще в Чебоксарах. Впервые в столицу Чувашии на гастролях театр кукол имени Образцова. Кроме спектакля «Рекордсмена» актеры привезли кота в сапогах и путешествия Гулливера. В школе за сочинения ставят оценки. Но герои нашего следующего сюжета за свои работы вместо оценок получили призы. В Чебоксарах наградили победителей конкурса «Чувашская книга. Юные таланты». Одних детей не оторвать от страниц в интернете, ну а этих от страниц книг. Про те, что больше всего запали в душу, они писали сочинения и эссе. А это вообще уникальные образцы книг. Их не найдешь ни в одной другой библиотеке мира, кроме Республиканской детской и юношеской библиотеки. Их юные авторы сделали сами. И это не просто странички и красивые обложки. В них стихи, очерки и рассказы собственного сочинения. Для тех, кто в книжках больше всего любит картинки, учредили отдельную номинацию. Юные иллюстраторы изображали любимых героев и даже целые эпизоды. Всего жюри рассмотрело 365 работ из разных районов Чувашии, даже Республики Татарстан и города Самары. Проводится конкурс «Чувашская книга. Юные таланты» в этом году уже в пятый раз. Дружная команда юных корреспондентов нашей телерадиокомпании вернулась на днях с Международного фестиваля детского телевидения. Включайся. Наша программа «Переверта» Шекилбупсер стала лучшей детской новостной программой, оставив позади 30 конкурентов. О командировке наших коллег в Москву в репортаже Марии Шоклевой. Еще 9 лет назад Национальная ассоциация телерадиовещателей задумала вырастить замену нынешним телевизионщикам. Самых креативных, думающих и смелых журналистов, чьи работы с удовольствием и оценивают каждый год. В этом году 205 работ прислали. Это рекорд. И с каждым годом все больше и больше развивается наш фестиваль, и вместе с ними детское телевидение. Оно, вопреки прогнозам всяким, существует, живет и становится все ярче, все интереснее. В фестиваль «Включайся» это возможность познакомиться с юнкорами со всей России, а также пройти уникальную практику. Кажется, что горящие глаза, исписанные блокноты и включенные камеры на телефоне здесь у каждого. Этот робот из Франции. Его зовут Поль. Он художник. Он может нарисовать портрет любого человека и в конце поставить свою подпись. Второго шанса снять сюжет об удивительной выставке роботов у этих мальчишек и девчонок может просто не быть. Так же, как и возможности взять интервью у известной телеведущей Яны Чуриковой. Вы помните свои первые шаги на телевидении? У меня даже сохранилась где-то кассета дома, вернее у мамы. Я все сделала для того, чтобы она исчезла, эта кассета. Даже пыталась ее размагнитить, ничего не вышло. Короче, этот ужас называется «Я беру интервью Валерия Меладзе». Никому не смешно, а мне было смешно, когда я посмотрела потом лет через 10. Это вот такие вот очки, вот такая вот челочка. И вопрос. Скажите, Валерий, ваши творческие планы? Чтобы никто никогда мне таких вопросов не задавал. Режиссеры, актеры, журналисты с удовольствием делятся с ребятами секретами профессии. И в один голос объясняют. Нужно мечтать не просто попасть в телевизор. Нужно стремиться делать телевидение. Причем хорошо. Если 360 каналов, вы представляете, сколько на них ведущих. Вы представляете, сколько мощностей требуется для того, чтобы их всех произвести. Так что я боюсь, что сказка про золушку в плане телевидения закончилась. Вряд ли кто-то, правда, сможет прознавиться на телеке, если ты, конечно, не исключительный. Фестиваль «Включайся» называют детским Оскаром. Участие в этом конкурсе бесплатное. Поэтому конкуренция большая, а победа солидная. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Спасибо вам! Два года назад эта группа презентовала клип «Чебоксары. Милый город», созданная совместно с национальным телевидением. Но этого показалось мало. Масштаб не тот. И этим летом мы можем познакомиться с новым проектом команды «Вочи» – «Республика». Как проходили съемки, Женя Арно и Дима Шарап рассказали нашей съемочной группе. Клип готовили весь прошлый год. Во-первых, все участники команды – люди заняты. Во-вторых, работы было немерено. Чего только стоит география съемок. Первый день был проведен в Ишкрале. По сюжету один из героев находится далеко от дома и очень по нему скучает. Дальше снимать продолжили в Шимурше, Батрево, Канаше, Яльчиках, Мариинском посаде. В общем, побывали во всех уголках малой родины. Суть клипа такова, что мы ездим по нашей республике, раздаем им сердца. Сердца несут в себе удачу. И удачу, любовь, успех – в общем, все для каждого человека, что-то очень важное. То есть у человека что-то не получается, у человека не складывается личная жизнь, а он получает это вдруг сердце, и у него… Карма. Жизнь, все прекрасно происходит. Да, допустим, там кадр с рыбаком, то же самое, когда он сидит, ловит рыбу. Рыба не клюет, тут вдруг падает к нему сердце, мы приносим ему сердце, он этого не понимает и не замечает. И вдруг начинает у него безумный клев, то есть рыба ловится, парню приятно, нам тоже. В тексте песни ни разу не звучит слово «чувашия», то есть она может стать любимой для жителей любой республики. Но мы-то знаем, какому месту на самом деле посвящены эти аккорды и слова. Материала очень много сняли, много материала не вошло в клип. Ну да, если вот по секрету сказать, наверное, из 100% снятого только 10% вошло в клип, поэтому уже возникли мысли о том, чтобы сделать документальный фильм действительно о нашей республике. В свете последних тенденций песню сложно воспринимать без картинки. Да и аудиобагаж у группы «Вочи» большой. В августе ребята приступят к съемкам нового клипа «Выходи за меня». Это сольный проект Жени Арно, но главную роль в клипе исполнит Дима Шарап. Пока же мы предлагаем насладиться летним настроением песни «Республика» в эфире национального телевидения «Чувашии». Край родной, я люблю тебя. Это все республика, республика моя. Мой край родной, я тебя. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, «Республика». Завтра в торгово-развлекательном комплексе «Контур» начнет работу выставка «Регионы. Сотрудничество без границ». На площадке перед комплексом пройдет презентация «Таван-радио». Всех друзей родного радио мы приглашаем на праздничное мероприятие в 15.00. Ждем вас завтра. А я с вами прощаюсь. Впереди еще репортаж об одном из участников выставки. До завтра. Август. Крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений и сельскохозяйственного производства, а также для владельцев личных подсобных хозяйств. Основная производственная база Августа – Вурнарский завод смесевых препаратов, крупнейшее в России и наиболее специализированное предприятие по выпуску химических средств защиты растений. Препараты поставляются в 76 регионов России, а также страны ближнего зарубежья – Беларусь, Казахстан, Украину, Молдову, Армению, Грузию. Продукция завода, которая раньше поступала только на российский рынок, потом на рынки стран СНГ, выходит на дальние рынки. Она продается уже в Латинской Америке, в далеком Эквадоре и Колумбии. В Африке применяют пестициды, которые произведены на Вурнарском заводе, в Марокко, в Африке применяются наши пестициды, в Монголии, ну и во всех странах СНГ. Ассортимент препаратов позволяет земледельцам проводить комплексную защиту посевов практически всех сельскохозяйственных культур в любых регионах и почвенно-климатических условиях. 12 современных линий, 190 тонн продукции в сутки, 50 тысяч тонн препаратов в год, более 60 номинований высококачественных и технологичных препаратов – таковы объемы производства этого предприятия. Новые технологические линии, увеличение площади складских помещений, реконструкция цехов – лишь краткий перечень работ, на приведение которых Август ежегодно закладывает значительные средства. Август осуществляет строгий контроль качества производимой продукции, которая обеспечивается передовыми технологиями. Август – первая и единственная отечественная специализированная компания по производству пестицидов, прошедшая сертификацию по трем международным стандартам – система менеджмента качества, экология и профессиональная безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова